Крупнейшие предприятия Чувашии присоединяются как благотворительные акции «Мы вместе». Специальные продовольственные наборы из фирменной продукции местных производителей собирают для передачи инвалидам первой, второй группы старше 65 лет. Сегодня в продовольственном фонде отгрузили очередную партию. Еще в начале режима ограничений в Рио главы республики Олег Николаев призвал всех объединиться для того, чтобы поддерживать друг друга. Поэтому инициатива Общероссийского народного фронта получила активную поддержку. Главная задача – помочь людям пережить непростое время самоизоляции и массовых ограничений. Общероссийский народный фронт инициировал по всей России, и на каждый регион были выделены определенные денежные средства. Вот на Чувашии было выдано 10 миллионов рублей. И, конечно же, когда эти деньги пришли, мной была поставлена задача, чтобы эти деньги были максимально использованы для того, чтобы, с одной стороны, чтобы это был содержательный пакет, но существенный, где бы содержались продукты разного назначения, то есть хлебобулочные, молочные, сладости, мясные продукты. И ровно такой пакет мы сформировали. Волонтеры трудятся с раннего утра. Более 30 человек прибыли на склад продовольственного фонда, где потребовалась их помощь. Каждый день они собирают по полторы тысячи наборов. Для ребят очень важно не остаться в стороне и позаботиться о людях, которым сейчас опасно выходить на улицу. Мы студенты Чувашского государственного аграрного университета решили прийти на помощь в этот нелегкий период нашим нуждающимся людям, нашим нуждающимся пенсионерам, чтобы они могли пережить это нелегкое время с нами. Вес каждого пакета больше 5 килограмм. Все продукты только от чувашских производителей. Сроки хранения не менее 6 месяцев. Первая отправка с помощью волонтеров состоялась еще вчера в Маргаушский район. Сегодня были отгружены партии еще в 7 районов. Спасибо большое, что организовали, во-первых, всю эту работу взяли, потому что очень важно было, чтобы был один оператор, который бы собрал вот эту всю площадку, все на данной площадке. И то, что нам это удалось достаточно быстро организовать, и то, что люди в течение ближайших нескольких недель получат вот такой существенный набор и поддержку, то это здорово. Спасибо. В целом планируется собрать около 20 тысяч продовольственных пакетов для районов и городов республики. Списки получателей составлены совместно с Министерством труда и сотрудниками Фонда социального страхования. Валерия Дружинец, Бахтияр Велиев, Республика.